итак приветствую вас дорогие друзья с вами канал неизвестный фэн-шуй и я его ведущая Дина орехова сегодня мы продолжаем говорить о лишнем весе и о том как эта проблема решается сегодня об этом говорят достаточно много наверное только младенец в люльке не знает что такое диета не что такое лишний вес да сегодня вся пищевая индустрия работает на то чтобы нас накормить побольше другая индустрия похудательная готовит всевозможные средства для того чтобы это все убрать получается такой тандем значит одни кормят другие избавляют вроде как но проблема почему-то остается и не случайно кривая роста проблем но вернее как увеличение лишнего веса почему-то с каждым годом растет растет и растет и процент сегодня больше 60 процентов людей в мире страдает ожирением это очень серьезные цифры и очень часто сегодня когда затрагивается проблема лишнего веса в интернете вот я очень часто вижу то что ссылается на китайскую медицину и диетологию наверное не случайно я для себя ее выбрала потому что она объясняет очень понятно раз причину появления лишнего веса и второе мне нравится то что китайская диетология и медицина традиционная именно она работает с корнем проблемы то есть уберите корень зарубить его на корню и проблема не будет развиваться да вот как этот крантик закройте его этот крантик который через который в наш организм поступают излишки килограммовые и проблема отпадет сама по себе и где же найти этот крантик мы об этом уже говорим не на одной встрече и не раз я затрагивала что нельзя однозначно подходить к вопросу и выбора диеты и решение проблем связанных с лишним весом почему потому что мы разные во первых у нас у всех разный возраст раз да у нас разный пол ведь мужчине к женщине нужен совершенно иной подход и плюс мы совершенно разные типы то есть мы уже разобрали у нас есть с точки зрения китайской диетологии тип дерева есть тип огонь есть тип земля сегодня мы разбираем тип металл и это совершенно разные люди совершенно у них разные причины появления лишнего веса и соответственно совершенно разные подходы и если мы одним подходом будем решать вопрос лишнего веса то это в первую очередь ударяет по здоровью соответственно если мы не очень здоровы то нам достаточно тяжело справиться с лишним весом потому что это все начинает усугубляться и я ни разу не видела что где-то где-то вообще разбирали корень решения вот этого вопроса и если я до вас донесу вот эту информацию и вы задумаетесь вы пронаблюдаете за людьми вы понаблюдаете за собой за своим ритмом жизни за тем что вы едите за то как действует на вас эмоции я думаю что вы со многим согласитесь о чем мы говорим потому что когда-то много лет назад но более 15 лет назад когда я увидела вот эту систему пяти элементов меня действительно это очень потрясло потому что реально корейский доктор который у которого я слушала он сказал что мы рассматриваем себя буквально как отдельные органы то есть вот печень болит значит печень она где-то там сама по себе а я сам по себе соответственно идем мы когда гастроэнтерологу нам конкретно печень лечит но ведь печень она же как-то нашем организме же связаны и не случайно она в ней появилась какая-то проблема значит здесь что-то еще другое есть помимо того что например вот у нас давление ведь откуда-то пришло это давление или лишний вес он же не просто вот лишний вес это вот здесь а я это вот здесь давайте сейчас я липосакцию применю откачают лишний вес и у меня проблема решится но сколько раз я видела многие звезды таким образом поступает но как-то потом они снова и раздуваются потому что причина то не ушла мы следствие только убрали а если не уберем причину то это может быть даже услуги усугубиться гораздо большими проблемами и гораздо более тяжелыми последствиями в частности для того же веса и так сегодня мы с вами говорим о другом типе да мы говорим сегодня о металле металл это очень особые люди к ним вот совершенно другой подход нужен мы уже с вами говорили о разных подходах вы можете почитать на моей страничке и металл к нему нужен совершенно другой подход во первых как выглядит люди металл это металла если говорить о том что у них нет особых проблем с лишним весом они обычно достаточно стройные не такие же как деревья но чисто внешне да если как говорится вот девушки две на пляже там девушка дерево и девушка металл они будут значительно отличаться у металла более будут прорисованы например те же мышцы да они будут более накаченные кстати это сохраняется если человек следит за своим здоровьем это сохраняется практически до самой старости у людей металла люди металла им свойственна точность вот если человек вовремя всегда приходит и раздражается по поводу того что вы опаздываете вот например человек дерево я я могу опаздывать но так случается как бы вроде рассчитаешь время но вот опоздал так вот если кто-то опаздывает ко мне навстречу я сильно поэтому не переживаю возможно даже на это внимание застряю возможно потому что сама такая да а вот люди металла они на этом будут очень сильно заострять внимание и раздражаться по поводу того что вот вы опаздываете точность это вот как говорится вежливость короле да это свойственно металлу почему даже металл он больше связан знаете такими металл драгоценности да в частности драгоценные металлы это золото серебро они вот и выглядят вот так вот по королевски у них такой плюс большой у них очень долго если они правильно за собой следят у них долго сохраняется в хорошем состоянии кожа потому что металл именно кожа относится к элементу металла и они обычно достаточно молодо выглядят раз и кожа у них долго остается подтянута если мы себя не гробим всевозможными диетами и на всевозможными неправильным питанием людей элемента металл отличает холодность они достаточно холодные недостаточно не эмоциональный у них очень близко печаль вот эти слезы почему потому что сам металл по кругу порождение он порождает огонь вот если конденсат да вот попал на холодный металл там образуются капельки воды вот металл он порождает огонь порождает воду поэтому слезы очень близки у элемента металла и печаль и вот это какая-то какое-то грустное вот такое апатичное состояние им очень часто свойственно особенно если они вот например у них произошел дисбаланс и у них накопились лишние килограммы то естественно они в печали печали и любая диета которую бы вы им не предложили не будет вызвать недоверие они вернее как будто я уже сидела на многих диетах да мне это не поможет да все это ерунда но я никогда не справлюсь лишним весом у них нет вот этой веры и вдохновить их вот например как огонь помните мы с вами говорили огонь ему только он увидел красивую картинку что там кто-то похудел вот на такой-то диете он сразу вдохновился если он смог то я тоже смогу металл он другой его не вдохновить красивыми картинками его не вдохновить вот этими воодушевляющими фразами давай вместе с нами у нас тут компания худеющих это не для него подход к человеку элемента металла нужен совершенно другой и одной диетой его не привести в нужное вот это стройное состояние так что же нужно человеку элемента металл это кстати знаете на заметочку именно такая инструкция для фитнес тренеров почему потому что я просто наблюдаю когда в спортивном клубе клубе и я просто вот убеждаясь в том что я вам вот сейчас дальше расскажу про элемент металл и о том кто может сподвигнуть наш металл на то чтобы они худели металл может сподвигнуть на то чтобы они худели человек который их согреет который проявит и внимание и вот очень часто в спорт клубе я наблюдаю что между тренером фитнес тренером да и подопечной дамой завязываются какие-то даже может быть романтические отношения понятное дело что они могут не привести к чему-то но тем не менее если фитнес тренер окружит вниманием и заботой такую женщину она согреется и она услышит его и она будет делать все что вот рекомендует этот человек она будет и есть то что говорит она будет качаться там таскать штанги и так далее для того чтобы получить тот или иной результат она будет готова слышать получается какой главный подход нужно сделать чтобы человек элемента металл похудел самый главный подход это именно любовь именно тепло и именно заботу эмоциональная составляющая если вот у человека нету такого вот сейчас там фитнес тренера под боком и его вообще вот он до такого состояния дошел что уже даже в спорт клуб ему не пойти то конечно же здесь на помощь приходит психолог да который выслушает который поддержит который согреет чтобы вот это эмоциональная составляющая у человека металла у человека металла решилась чтобы у него тепло какое-то появилось чтобы он был готов слышать то есть смотрите за слух у нас отвечает вода и когда мы готовы слышим готовы слышать да вот включается вот эта вода то мы начинаем что-то делать мы услышали мы увидели как бы услышали шаги и мы уже умеем их анализировать что да они для нас могут быть полезны поэтому это самый главный шаг первый чтобы женщина элемента металл начала худеть и чтобы у нее вообще начались какие-то подвижки ей нужно эмоциональная составляющая ей нужно тепло и нужно заботу чтобы этот металл наш согреть и только вторым пунктом будет диета естественно диета которая не вредит организм организму потому что мы понимаем что все быстро и есть все что полезно и о многих связях мы еще будем говорить на следующих наших встречах просто сразу вот когда попадает информация очень много дать жило это проанализировать но тем не менее понаблюдайте если вы ходите в спортклуб например да или за своими подружками которые когда-то были фомы неверующие и вдруг с ними что-то произошло раз и она вдруг начала меняться она вдруг начала что-то с собой делать поинтересуйтесь что с ней не произошло кто смог достучаться до ее холодного сердечка вот такого сердечка недоверия и вы видите что система китайской метафизики она более индивидуально подходит к решению вопроса решения лишнего веса и здесь нету такого общего подхода когда все для всех когда все в любой сезон когда все для любого возраста и когда все для любого пола чтобы был результат обязательно нужно учитывать очень много факторов чтобы потом лишний вес не стал для вас очень большим грузом от которого очень тяжело избавиться поэтому не случайно помимо того что мы едим непонятно что да вот е е е всякие химии и т.д. и т.п. а второе мы увеличиваем лишний вес именно своими неправильными диетами почему мы тоже разберем на следующих наших встречах следите за расписанием и так вот некоторые могут спросить а как узнать какому типу я отношусь потому что мы провели уже несколько встреч и возможно кого-то зацепило и они хотят узнать а какому типу я отношусь самое простое можно узнать да это составить свои четыре столпа судьбы и удачи да так называемую карта бадзы где мы вводим свою дату рождения и появляются такие восемь иероглифов на моем сайте ткм.динаорехова.ру сейчас я вам сброшу в чат в боковой колоночке сверху вы можете увидеть такой калькулятор простой да вы можете там рассчитать именно второй столбец столбец дня именно вот этот верхний иероглиф он и будет показывать там написано либо это вода либо это металл либо это земля либо это дерево либо это огонь да и вы будете понимать что от природы в общем то вы вот такой человек с годами это может меняться но об этом мы поговорим на других встречах просто добавляется возрастная составляющая но в принципе основа остается и вы если внешне не похожи на человека элемента своего то это уже говорит о том что у вас есть проблема которую нужно решать вот в данном случае да мы я вам отметила что человек элемента металл он достаточно стройный и у него достаточно прорисованные мышцы даже если в общем то он сильно не занимается спортом если такого нету то это уже сигнал тому что есть проблемы со здоровьем есть дисбаланс в организме его в первую очередь надо решать и тогда вы вот будете ну вы же и так стройные от природы должны быть значит уже вам сигналит тело что у вас что-то нездоровье так нездоровье поправляется тем чтобы дать здоровье а любая диета она здоровье наше убивает поэтому берегите себя узнавайте себя и если у вас возникает вопросы то пожалуйста можете писать их в скайп-чат сейчас тоже я его сброшу пишем сюда вопросы которые у вас остаются после того как вы прослушаете ту или иную встречу так в следующий раз мы с вами говорим об элементе вода это совершенно другие люди они совершенно даже выглядят по-другому и у них совершенно другие причины появления лишнего веса и совершенно другие пути решения этого вопроса сегодня все я думаю что для вас была полезная информация если вы напишите какой-то комментарий или какие-то пожелания внизу под постом я буду очень признательна вам и я буду учитывать ваши пожелания в своих следующих встречах на сегодня все всем пока-пока с вами была я Дина Орехова и канал неизвестный фэншуй до новых встреч